Друзья мои, всем огромный привет! Я очень рада вас видеть на моем канале Алиса Блэк. И как вы можете видеть, сегодня будет просто грандиозное видео с парфюмерными итогами года. Я собрала все мои новые ароматы, которые появились в этом году. Я не включила сюда ароматы, которые ушли, то есть они пришли и ушли. Я не включила сюда ароматы, которые я повторяла, то есть то, что у меня когда-то было, я решила обновить или решила повторить. Сюда это тоже не входит. То есть здесь абсолютно новые ароматы, которых у меня до этого не было, которых я не знала. Я оставлю ссылку на мои прошлогодние итоги, позапрошлогодние итоги. Я, кстати, недавно пересматривала прошлогодние итоги, и я там говорю, я столько нашла для себя красивых ароматов. Куда еще красивее, вот да, иногда думаешь, что ты нашел идеал и что тебя еще может удивить. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, ребята, 83 флакона купленные в этом году. Из них всего 12 промахов. Я считаю, что это очень хороший результат. Я действительно стала лучше чувствовать, что мне зайдет, что не зайдет. И то из этой дюжины можно сказать, что каких-то прям откровенно сильных промахов у меня было очень мало. Просто некоторые ароматы не впечатлили меня так, как должны были впечатлить, так как я ожидала, да, что они меня впечатляют. Я обязательно сниму видео про ароматы разочарования года, да, худшие покупки парфюмерные. Но сегодня вот самое лучшее из лучших. И я для вашего удобства разделила их по категориям, которые я люблю. Я разделила их по каким-то новым звучаниям, потому что, например, я нашла свою идеальную ваниль. Или новое там звучание белых цветов. Или вообще новое направление. Поэтому постаралась сделать это видео максимально информативным, максимально понятным вам. И давайте приступать. И, кстати, из этих 83 флаконов целых 45 флаконов ко мне приехали из интернет-магазина Рандеву. Поэтому я просто обязана вам напомнить про мой промокод, который дает дополнительную скидку 10%. Она суммируется со всеми акциями и скидками на сайте, со всеми вашими бонусами. Все подробные условия будут в инфобоксе. И также напоминаю, что на сайте есть возможность оплачивать заказ долями без процентов и предоплат. Это бывает очень удобно, когда появилась какая-то позиция с хорошей скидкой. И нужно быстро действовать, потому что, как правило, такие позиции быстро разбирают. Ну что ж, давайте поехали. Усаживайтесь поудобнее. Я надеюсь, что вам будет интересно. Давайте начнем я с цитрусов. Единственный, наверное, самый цитрусовый аромат, купленный в 2022 году, я все-таки назову Шапард Оранж Мореск. В принципе, уже в названии написано, что это парфюм про цитрусы. Отдаю должное. Цитрусы здесь очень интересные. Они как будто покрыты смолами, бальзамами, какими-то холодными оттенками и леми, как будто даже хвойными оттенками. В общем, аромат сам по себе красивый. Но все-таки спорное у меня к нему чувство, потому что я считаю, что он не дотягивает до той цены, за которую продается. Не хватает стойкости, не хватает яркости. У меня есть еще два цитрусовых аромата, но я их немножко отнесла все-таки к другой категории, хотя цитрус там звучит тоже ярко. Но все-таки самый цитрусовый это Оранж Мореск. Аромат про белые цветы. Я поняла для себя, что, видимо, белые цветы это не самое мое любимое и, наверное, самый белоцветочный аромат, купленный в 2022 году. Я назову Джульетту из ее более дорогой линейки, которая называется White Spirit. Здесь очень много жасмина, очень много, по моему ощущению, каких-то других белых цветов. Но жасмин, наверное, ярче всего здесь звучит. Он звонкий, он легкий, он нежный. Для меня это абсолютно женская история, на мужскую кожу не представляю. В базе может придушить немного мускус и амбра деревяшки, потому что они здесь ощущаются явно, если им переборщить. Вообще аромат очень стойкий, очень яркий, его нужно наносить буквально один пшик. И это была моя созданная покупка после аромабокса Rantewoo, который был посвящен бренду Джульет Хезеган. Я, кстати, очень хочу попробовать синим флакончиком с ирисом. Говорят, он тоже такой нежный, легкий, красивый, утонченный аромат. Вот, если у кого-то есть, напишите. В общем, белые цветы это White Spirit. Следующий аромат я отношу к категории акватических соленых ароматов. И после того, как в мою жизнь ворвалась Салария Джордина Бенессера, о которой я вам миллион раз рассказывала, я стала отмечать у себя, так скажем, в голове похожие ароматы. И я даже, скажу, собрала такую мини-коллекцию, похожую на Саларию. Недавно нашла еще один аромат, похожий на Саларию. И вот в этом году, в дополнение к Саларию, у меня появился прекрасный Монталь, который совершенно не в духе Монта. Здесь нет мускуса и сам аромат очень какой-то нежный, легкий, спокойный, водянистый. Это песочные цветы Монталь. К сожалению, снятый парфюм. И здесь, опять же, чувствуется соль, чувствуется вот этот холодный бриз, чувствуются деревяшки соленые, чувствуется песок очень явно. В принципе, здесь само название намекает, что здесь есть что-то песочное. И вот этот песок, он дает немножко пыльности аромату, шероховатости. Но мне это, наоборот, нравится. И так как я полюбила это направление, мне все время хочется найти что-то новенькое, что-то интересное, что было бы в направлении Саларии, но не было бы Саларии 100%. Лучшим ванильным ароматом, купленным в 2022-м, я однозначно назову прекрасную Сальвен де лакурт аромат Вергиль. Вообще, я говорила много раз про эту коллекцию, которая посвящена ваниле, где ваниль обыграна разными оттенками. И Вергиль это прекрасная, мадагаскарская, сладкая, приторная, но при этом пушистая, мягкая ваниль в окружении трав, свежих трав итальянской кухни. Это базилик какой-то, чебрец для меня, еще какие-то тут розмарин, по-моему. Это очень красиво, и вот эта вот зеленца такая сочная, она в носке маскируется периодами под ревень. Кто любит такое сочетание сладкого и свежего, присмотритесь. Прекрасный парфюм, очень его люблю в межсезонье. Лучшая роза, купленная в 2022-м году, это однозначно In Roos Frederick Malle. У меня есть отдельное видео, посвященное этому аромату. Очень подробное, поэтому останавливаться на нем не буду. Просто моя прекрасная, многогранная, шикарная роза. Роза, которая играет моноспектакль, и винная, и трюфельная, и землистая. Bianca Laos Gerdina Benessera это древесный для меня аромат от начала до конца. Много разных оттенков древесины. Здесь и ореховая древесность, и молочная, и копченая, и с какими-то как будто сухими травами. В общем, аромат многогранный в категории древесных ароматов. Абсолютный унисекс. И, наверное, да, назову это лучшим ароматом на тему древесности. Я очень люблю ноты кофе в парфюмерии. Тоже постоянно нахожусь в поиске. И в этом году у меня появился утка Femonsera. С ароматом этим я была знакома. Еще давным-давно, года три назад с ним познакомилась. Недавно нашла отливантик. Полностью его и зарасходовала, и заказала флакон. Единственное разочарование ко мне пришел новодел. И, видимо, ему нужно было как отливанту полежать три года, чтобы он вот так вот меня влюбил в себя снова. Здесь очень интересная нота кофе. Это именно звучание зеленых зерен, растертых о деревянную тарелку. Причем сама древесность здесь отдает какими-то ореховыми оттенками. Прекрасный, добрый, спокойный аромат, совершенно не в духе Monsera. Абсолютно унисекс, ровно посередине. О нем я более подробно расскажу, когда он у меня хорошо настоится все-таки. И, наверное, сниму отдельное видео про ароматы Monsera, которые есть в моем шкафу. Еще раз просто хочу сказать, что бренд капризный, очень избирательный в посадке, очень зависим от температуры и любит постоять подольше в шкафу. Ну и, наверное, самый красивый ладан, который у меня появился. Это одна из моих недавних, практически последних покупок 2022 года. Это моя любовь и знакомство с брендом Arisa Le Grand. И это аромат, который называется Reliquia любви. У меня появилось целых 5 ароматов, и я про них тоже сниму отдельное видео. Здесь ладан абсолютно холодный в каком-то дремучем темном лесу. Здесь для меня есть смолы, здесь для меня есть даже такой оттенок паяльника. Вот этой смолы, когда паяют, я думаю, многим знаком этот аромат. Здесь для меня есть оттенок холодного мраморного камня, либо вообще какой-то каменной глыбы. Здесь есть перец, который я тоже чувствую. И просто потрясающе, шикарная, холодная, звонкая лилия. Лилия здесь звучит невероятно чисто и напоминает мне лилию из железной девы. Этот аромат это просто какая-то медитация, моя огроменная любовь. И вообще этот бренд, это открытие, наверное, это самый такой, будет главный бренд, который я открыла для себя в 2022 году. Ну и раз уж я заговорила про лилию, конечно же, железная дева от Serge Lutance. Этот аромат я могу назвать новым ответвлением, новым направлением в моем шкафу. Это аромат про снег. Потому что именно в этом парфюме для меня присутствует аромат снега, аромат морозного воздуха из окна. Но плюс ко всему здесь замерзшая вода и замерзшая, холодная, нераспустившаяся еще лилия. Потрясающий, шикарный, яркий, стойкий, шлейфовый аромат. Просто моя огромная любовь. Аромат про морозный воздух. Дальше миндаль. Я, как любительница миндальных ароматов, обратила внимание, что как-то немного у меня было открытие. Может быть, немножко как-то захотелось чего-то нового попробовать. Но тем не менее. BDK Velvet NK. Такой, знаете, правильный, хороший миндаль, который вот этой своей горчинкой маскируется под вишневую косточку. И в целом в этом аромате я прям ярко чувствую вишневые оттенки. Здесь для меня есть и цветочность, и какая-то свежесть. Но приятная такая уютная гурманская база. Аромат вдохновлен марокканским печеньем. В общем, аромат прекрасный. Знаете, такой универсальный аромат. Есть его понемножку и миндаль вот прям идеально туда вплетен. И второй аромат это Salmon от бренда Coculet, который тоже этот бренд стал открытием этого года. Потому что если вот посчитать, каких ароматов по бренду именно было куплено больше всего, это, наверное, Ариза и это Coculet. Вот эти два аромата Франция, получается, и Италия, которые стали для меня открытием. Вот Salmon. Это аромат уже про более ядовитый, горький, цианидный миндаль. Но в раскрытии он очень сильно мне напоминает мухолат. Вот когда полностью аромат раскроется, появляется вот такой красивый ягодный рахат лукум, который я слышу в мухолат. И я вам тогда рекомендовала этот парфюм. Кто не подружился с мухолат за счет его вот этой ноты талуанского бальзама, который дает, да, такой немножко лекарственный оттенок, присмотритесь Coculet Salmon. Прекрасный миндальный гурманский яркий аромат. Идем дальше, друзья. Три аромата, которые я могу назвать ароматы с нотой меда. Я люблю, кстати, мед в парфюмерии. Мне больше нравится, когда он дает такой немножко лекарственный, терпкий, горьковатый оттенок. И для меня именно такой мед Vamber Mask Narcisse Rodriguez. Этот мед здесь в сочетании с красивущими почулями. Наверное, это одно из самых моих любимых вариаций почуль, когда они такие холодные, древесные, бальзамичные, немножко как будто пропитанные алкоголем. Абсолютно осенняя история. Но в раскрытии аромат становится слаще и уходит в цветочность узнаваемую, которая напоминает черный вот этот вот всем известный кирпичик. И еще он для меня в одном направлении с Gucci by Gucci парфюмерной воды. Второй медовый аромат для меня совершенно уже другой. Это амброзия, опять же, от бренда Coculet. И это мед с разными сухоцветами, с разными полевыми цветочками. Это и нектар, и мед. Здесь он гораздо более сладкий. Если здесь мед был более терпким, густым и темным, то это светлый сорт меда. Он жидкий, он свежий, он какой-то липовый, он солнечный, янтарный. В окружении вот таких красивых полевых цветов. Где-то подсушных, где-то на пике своего цветения. Ну, это прекрасно. И также сюда я отнесу миниатюру Back to Black Aphrodisiac от Killian. Аромат, который можно отнести к табачным ароматам. Но все-таки в последние разы, когда я его носила, он прям так основательно открывается медом. А снова же открывается какими-то полевыми цветами, сухотравием, сухоцветами. Вот уходит куда-то туда. Даже оттенки сена я в нем начинаю слышать. Хотя, когда я его только получила и нанесла, это был такой яркий табак, сладкий, что-то вишневое даже в нем прослеживалось. И много-много пудры в самом раскрытии, в базе. Ну, пока что много дает меда, поэтому отнесу его сюда. Это один, кстати, из самых мощных стойких ароматов. Стойкость больше 12 часов. Все, вообще, Килен в плане стойкости, яркости никогда особо не подводит. Дальше у меня появилось два табачных ароматов. Один более дерзкий, более яркий, более унисексовый. Всем известный Мансера Ред Табака. Очень красивый табак с вишневым оттенком, с деревяшечками, с пряностями. Просто прелесть. Шлейф километр. Буквально нужен один маленький микропшик. Но мне ближе вот такая вариация табака. В окружении цветов, цитрусов, какой-то нежности, женственности. По-моему, здесь кардамончик дает такую холодную щекотку в носу. Но насколько же это игривый, насколько это переливчивый, женственный, летящий, стойкий шлейфовый парфюм. Это просто моя любовь. И это я хочу в 23-м году о флаконе. В 2022 году у меня появилось 4 абсолютно разных чая. Рождественский, уютный, добрый, пряный чай. Закуску с какими-то медовыми постилками. И огромными пузырями мятной апельсиновой жвачки. Конечно же, мемо «Зимний дворец». Просто вау, моя рождественская любовь. Зеленый чай с огромным количеством цитрусов холодных. С корочкой грейпфрута. С легким оттенком для меня здесь такого немного суховатого ветивера по ощущениям. И дольками помела. Также у меня есть фруктовый чай с малинкой, с персиком. Напоминает мне чай «Липтон». Вот эти вот их ягодные фруктовые, да, персиковые. Негазированные чаи. Также здесь есть бакарины сахарок. Какие-то легкие цветочные оттенки должны быть. Потому что аромат сразу рисуется все равно таким абсолютно розовым. Таким ароматом нежным, женственным. Такая, знаете, типичная розовая водичка, да, приятная. Которая никогда не будет лишней в шкафу. Это закон женщины. У меня тестер, поэтому без крышки, к сожалению. Оформление там, конечно, шикарное. И очень необычный, очень такой дерзкий, яркий, бунтарский чай. Копченый, либо чай на костре, как мне написали. И вот мне очень понравилось это описание. Действительно, прям в точку. Чай на костре. И зеленый, свежий лук. Очень красиво, нежное, летнее. Для меня здесь открытие. И вот этот бунтарский, интересный старт, который многие слышат, как оттенок сигарет. Я поле полюбила. Я заметила, что с этим ароматом, вот чем больше я им пользуюсь, тем больше он мне нравится. Что ж, идем дальше. И вот два аромата я вижу с нотой сливы. Я, кстати, очень люблю сливу в парфюмерии. Наверное, даже больше, чем вишню. Estee Lauder ботиковая линейка звезды. Очень летящий, нежный, воздушный, женственный аромат. Не вижу его на мужчине. Он такой вот прям девочковый. Как бы кто не любил это слово, но оно сюда идеально подходит. Стартует он от помады за счет ириса. Причем помада без оттенков сырого ириса, морковного, какого-то пыльного. Ну, то есть такой вот явный помадный оттенок, который потом трансформируется в звучание сухого сливового киселя из пачки. Об этом много написано в фрагрантике. Здесь я подпишусь. Пробовала этот аромат летом, в жару, пробовала его зимой. Лучше всего все-таки звезды и луна звучат в межсезонье. Совершенно другая слива. Это вот последняя моя новиночка. Еще вам о нем не рассказывала, не показывала. Это Вертус ночная доза. Это очень мощный, очень яркий аромат. Про для меня замшевую сливу. Хотя, по-моему, замша не заявлена. Но для меня замшевая слива, не скажу, что копченая, но такая вяленая, большая, мясистая, очень сладостная, вкусная слива в сочетании с шафраном, который дает холод этому аромату. И некую такую современную стерильность, да, которая присутствует в современной парфюмерии. Но в базе здесь прекрасная тягучая амбра. В направлении этого аромата знаю еще парочку. Это филинд фил у них есть. Я вот здесь подпишу, либо ставлю. И аромат у меня от Амор Ут был один из первых. Ут после заката, где тоже такая яркая, прям мясистая слива. Подвяленная тоже замша там. Какие-то шафранистые тоже оттенки, деревяшечки. Амбра, не помню, была или нет. Но, в общем, для меня это вот три аромата в одном направлении. И перехожу к пряному направлению. У меня три очень интересных приобретения в этом году на тему пряностей. Конечно, это ароматы не только про пряности, но ярче всего они здесь звучат. Это B96 корица кедр. Аромат моего Нового года. Здесь пряностей очень много. Они сухие, но они такие кондитерские. Они не горькие, они не першащие. Они на шоколадной древесной базе. В общем, аромат теплый, уютный, в одном направлении. Самбра и Чентрика арома не привык. Булгари Рубини. Бутиковый аромат, который появился у меня по обмену. Очень удачное приобретение. Это прекрасные пряности, но они звучат не за счет самих нот пряностей. Это не корица, кардамон, не перец. Это именно звучание бальзамов разных. Там талуанский бальзам, еще какие-то бальзамы. По-моему, здесь несколько видов бальзамов. И сами бальзамы, они как раз-таки пахнут сразу несколькими нотами. И сладковато, и пудрово, и древесно, и смолисто, и пряно в том числе. Аромат горячительный. Но при этом в нем есть какая-то свежинка цветочная. Как будто эти лепестки еще сбрызнули каким-то соком, как будто гранатовым для меня. И прекрасный, очень удивительный аромат пряностей. Это ковер-самолет. И этот аромат реально смог меня удивить в этом году. Работа Квентина Биша, конечно же. Хотя хочу сказать, что в этом направлении я потом встретила еще один аромат. Это Фредерик Маль Маск Реважор. Вот они в одном настроении, где ноту пряностей, специй передали в консистенции воздуха. В консистенции какой-то вуали, какого-то северного сияния. То есть, когда ты видишь, но не можешь это потрогать. Когда это все в консистенции какого-то тумана. Прекрасный аромат, который стартует ирисом. Немножечко таким пыльноватым ирисом. Но самая его фишка, это, конечно, середина и раскрытие. Это были три пряных аромата. А теперь, наверное, я перейду к совершенно новому для меня направлению, которого у меня не было до этого года. Это ароматы дождя. У меня появилось два шикарнейших аромата дождя. Это экзума, воздух после дождя. Это абсолютно урбанистический аромат. Это воздух после дождя в большом каменном мегаполисе. Это ощущение вот этой вот бетонной пыли, прибитой первыми каплями. В нем также много минеральности и много холодных зеленых и льковатых пачуль. И это Рейн от бренда Лера Нена. По-моему, так все время забываю. Про этот бренд я рассказывала в недавнем своем обзоре про заказ ароматов с сайта Ламода. И это у нас считается хендмейд. Но насколько же круто это сделано. Это такие землистые, бальзамичные, влажные, прелые пачули. Вот когда дается эффект таких прелых, мокрых, подгнивающих, но красиво, да? Звучающих по парфюмерному листьев. Сырой земли, мхов, коряк. И это в раскрытии, опять же, такая легкая минеральность, шипучесть. Просто потрясающий аромат. Вот это два аромата дождя идеальны, должны у меня обязательно быть. И сюда я отнесу еще Германа. Опять же, работа Квентина Биша. Это у нас Элда бренд. Этот аромат стал фаворитом моего мужа. Он им так хорошо прям пользуется. Можно сказать, каждый день из него не вылезает. И здесь для меня много минеральности, соленого, минерального воздуха. Но если вот так вот нюхать, прям чувствуется перец. Но именно в шлейфе это минеральный, холодный, солоноватый аромат. Очень красивый. Унисекс пахнет абсолютно по-нишевому. Дальше у меня появилось три потрясающих алкогольных аромата, совершенно разных. Вертус Амбра Эликсир. Для меня это ром и прекрасные, сладкие, красивые сухофрукты. Есть немножко также специй здесь на старте. Немного в старте такой унисекс, но в раскрытии, в шлейфе это просто шикарные сухофрукты и сладкий алкоголь. Дальше Джо Малон Виски Кедр. Это уже аромат побрутальнее, по унисексовее. Аромат про горький виски, про кедр, про еловые какие-то смолистости. Но база теплая, уютная, древесная. И древесная здесь приобретает очень мягкий пряный оттенок за счет, видимо, перца пимента. И просто шедевр лучший из лучших, который приобретен в 2022 году. Это бой с, несомненно, красный, по-моему, переводится аромат. Это целый винный погреб, это бочки с алкоголем, это вот запах вот этой пробки винной. Это оранжерея роз, это сахарные розы, это трюфели, землистость. То есть для меня это смесь Бараонды и Нуар де Нуар Тома Форта. Шикарный, яркий, густой, томный, вечерний, очень породистый аромат какого-то французского поместья с большим винным погребом. Просто вау! О нем рассказывала подробно и про Джо Малон я рассказывала подробно в ароматах алкогольной подборки. Тоже не так давно выставляла на своем канале. В категории самый натуралистично звучащий природный аромат однозначно побеждает Ариза Легрант. Это аромат весна пришла. Хотя я бы его назвала не весна пришла, а лето пришло, потому что здесь для меня нет алого снега. 8 марта мимоз, нарциссов, подснежников, тюльпанов нет. Ничего подобного. Здесь абсолютное лето, причем начало лета, когда трава еще абсолютно зеленая, сочная. Когда ты еще маленький, и трава тебе по пояс, ты лежишь на лугу, гадаешь на ромашке, тебя пригревает солнышко. Здесь в старте очень интересное звучание мякушки белой подсолнуха. Не знаю, какие ноты здесь это дают, но это звучит просто потрясающе. Здесь есть и листин жира, и плющий, или клевер. По-моему, тоже какие-то сухотравные оттенки. Это моя просто находка и открытие. Аромат постоянно меняется. Очень стойкий. Моя огромная любовная находка. На тему молекулярных ароматов у меня появилась первая молекула эсцентрик, которую я распробовала в этом году. И мне она очень понравилась. Она всякий раз звучит по-разному. То более хвойно, то более цветочно, то более цитрусово. Но всегда очень женственно, очень шлейфово. При этом очень нежно и воздушно. Прекрасный аромат. Эту молекулу я слышу также в моей любимой красной молекуле, игры разума, какие-то отголоски. И также в этом году я открыла для себя, я назвала этот аромат русская молекула. Потому что по своей акварельности, нежности, легкости, консистенции я могу приравнять этот парфюм к молекулярным ароматам. Это наш российский бренд Вдохни. Называется русская душа. И пахнет он мне хвоей, ягодками, такими как клюква, брусника, которые кинули в воду. И воды там гораздо больше, чем ягод. Поэтому остался только легкий-легкий аромат ягодный. Здесь много влаги, много нежности. Можно даже уловить какие-то оттенки, как будто коры, либо веточек. В общем аромат меня очень сильно порадовал. Абсолютный унисекс, я его полюбила. Кстати, еще одним открытием среди брендов стал бренд рус энд рус. Раньше Диа Роуз, который назывался. И аромат бледно-голубые глаза. В принципе, его можно в какой-то степени отнести к пудровому направлению. Потому что у него очень красивая, такая породистая, пудрово-кашемировая база уютная, теплая. Но при этом статусная какая-то. Но я все-таки ему дам первое место в категории настоящий французский парфюм. То есть, если два года назад для меня в такую категорию попал аромат Диор Ле Парфюм, то вот в этом году эту награду истинно французская парфюмерия получает аромат бледно-голубые глаза. Ну а в категории самый утренний аромат побеждает Камелия снова от бренда Кокюлет. Это аромат про водянистые цветы, про какие-то кувшинки, про дюймовочку, которая плывет на этой кувшинке. Платье из-за лепестков, ее мокрые волосы развиваются на ветру. Здесь много влаги, много вот этой вот прудной какой-то истории. И сегодня, кстати, хотела обновить свое впечатление. Наносила этот аромат на себя. Он реально такой утренний, очень нежный, очень-очень женственный аромат про водянистые. Вот такие вот какие-то кувшинки из сказки дюймовочки. Прекрасный парфюм. Такого у меня, можно сказать, в гардеробе особо не было. Следующая категория это кожанозамшевые ароматы. И тоже эта категория у меня разрастается в шкафу, скажу вам. Но что поделать, если такие красивые находки у меня в этом году. Это, конечно же, Ева отправляется в рай. Это ягодная замша. Очень молодежный, классный, сочный, стильный аромат. Это более элегантная замша. Припудренная, с красивыми, смолисто-бальзамичными оттенками. Очень кашемировый, теплый, красивейший аромат про замшу. Это снятый аромат, кожаная эссенция, по-моему, называется от Fendi. Единственное, что небольшая у него стойкость. Где-то около 4 часов, потом хочется его обновить. Хотя он держится неплохо, но надо принюхиваться, прям близко сидит, хочется обновить. Дальше у меня есть шипр. Я вообще шипр не люблю, но оказалось, что вот эта вот луная стила у дарботиковой линейки, это у нас современный такой шипр. Это замша с абрикосиками. Прекрасный аромат, также здесь есть что-то цветочное для меня. Опять же, как и звезды, это больше межсезонье. Летом не зашел, зимой тоже теряется. Межсезонье прекрасный, очень легкий, воздушный, летящий аромат. Очень нравится. Дальше британский букет. Шикарный Аткинсон я открыла для себя в этом году. Здесь потрясающие цитрусы, такие мясистые, перетертые с косточками, с кожурками, с мякотью и соком, с капелькой лаванды, которые уходят в красивую, дорогую кожу и смолы. Потрясающий унисекс. На мужа обожаю этот аромат, сама тоже люблю носить. Дальше Крайбэйби снова от Лера Нана. Это у нас Ламоды, который приходил. В базе напоминает сайт-эффект. Есть в нем что-то такое гурманско-алкогольное в базе. А в старте это что-то напоминающее. Ева отправляется в рай, ягодная кожа. Наверное, категории самый сложный аромат. Но это не в минус говорю. Просто понимаю, что к нему нужно особое настроение. Особый наряд даже, возможно, это Cherigan или Cherigan Purple Bar. Это аромат для меня в духе шлема классического. Здесь есть курева, здесь есть кожа, кожаные переплеты. Здесь есть дерево, здесь есть потрясающие пачули. Такие же вот бальзамичные, какие-то немножко алкогольные. Здесь очень необычный старт. Шипучий, напоминает мне Байкал. Вот эта вот лимонадность. То есть есть вот эти какие-то пузырьки. Но в сочетании с Смолиста вот такими вот кедровыми, шишечными оттенками. Прекрасный старт, мне он очень сильно нравится. Аромат стойкий, яркий, шлейфовый, постоянно меняющийся. Я буду его носить холодной весной и осенью. Вот когда весна у нас будет похожа на мокрую, проморзлую осень. Как раз, я думаю, это будет его время. Очень такой, знаете, богатый, многогранный, многослойный парфюм. На мой вкус три самых стильных, современных аромата, купленных в 2022 году. Это два из них. Quentin Beach, обожаю его. Это Mirage, Radiant Mirage. Это холодные, горькие пачули, которые дают эффект алкоголя для меня. Холодного, белого. Какого-то мартини замороженного, который стоит на срубленном пеньке. На удивление, этот парфюм в помещении стал звучать совершенно иначе. Он стал давать мягкий какой-то сливочный, ореховый сандал и жасмин. Причем жасмин здесь больше я слышу не как куст, а как маленький цветочек, который бросили в чай. Вот такой вот легкий-легкий оттенок. Настолько аромат поменялся сейчас, когда вот я им стала пользоваться дома. Насколько он такой горький, пронзительный, холодный, освежающий на улице в холод. И насколько он совершенно другой дома. Это лучшая работа Quentin Beach. Обожаю, очень сильно люблю. И он должен быть у меня всегда. Это прям стильный, современный, модный аромат. Ganimet. Несмотря на то, что я не являюсь каким-то ярым фанатом и поклонником Ganimet и редко им пользуюсь, потому что он меня душит. И я могу им пользоваться только в холод, буквально микропшит. Тем не менее, я считаю его очень классным ароматом про глянцевый журнал, про замшу, про какую-то холодную минеральность и народную. И, конечно же, парфюм, который я тоже могу отнести к очень стильным, современным, необычным унисекс ароматам. Это художник от бренда Ganim. Но также его я отнесу в категорию самый красивый мускус, купленный в 2022 году. Это мускус какой-то телесный, теплый, интимный, пушистый. Это великолепнейший аромат, про него тоже было отдельное видео. Здесь также потрясающий такой лесной ветивер мокрый, который отсылает Conquerenoir. Здесь также есть и перчик для меня, и табачок, и землистые оттенки влажные. Шикарный парфюм, безумно стойкий, очень шлейфовый, но при этом акварельный, нежный, нюдовый. Опять же, в консистенции как будто молекул и тумана. Вот эта тройка, это самые стильные, современные, трендовые для меня ароматы, которые я купила в 2022 году. Снова Quentin Beach с его мандариной Корсика, прекрасные печеньки с карамелью и потрясающие мандаринки с их корочками снятыми. На ком-то эти корочки быстро исчезают, мне повезло, на мне держится нормально, и даже в серединке где-то еще в течение дня выскальзывает. Но стойкость не на эту сумму, я об этом уже говорила. Ванилла кейк, манталь, прекрасная, нежная, легкая, сливочно-молочная гурманика, какой-то йогурт, какой-то миндальный воздушный десерт, какие-то мороженки, пломбирчики. Вот все, что связано с молочно-сливочными десертами, все это в этом аромате. При этом он уютный, интимный, не особо шлейфовый, но прекрасный. Дальше, наверное, вообще, вот давайте сразу покажу две лучшие гурманики. Купленная вслепую от Ростевера. Здесь вообще много всего, подробно рассказывала в отдельном видео. Здесь и карамель и вареная сгущенка, и ириски теплые, расплавленные. В общем, это, конечно, очень ярко, это очень вкусно, это очень съедобно. И моя хотелка, это Omnia Profumi White Madera. Это пломбир, кокосовый пломбир, залитый мятным сиропом. Это очень-очень-очень красивая гурманика итальянская. Три итальянца от Coccolet. Снова же я говорила, что у них много ароматов на гурманскую тему, но такая легкая, абсолютно воздушная гурманика. Это торфяник про холодный ледяной ром с лаймом и миндальным десертом. Но пахнет он, знаете, напоминает какие-то воздушные, вкусные, фруктовые, сочные леденцы. То есть, есть вот эта такая сочная холодинка, сладкая при этом. Mirabilis, потрясающий горький шоколад, какао сухое с ананасом. Обалденная гурманика необычная. И Cookie Crunch. Это лимонные вафли, лимонный пирог. Это снежок, конфетка в шлейфе из детства. Это лимонное дрожжи, это лимонный крем. Все, что вот вкусного есть с лимоном, это Cookie Crunch. Обалденная тоже легкая воздушная гурманика. Также у меня есть шикарное клубничное варенье. Но не только клубничное варенье. Тут и брашка, тут и мармелад с розой. Здесь и рахат лукум. Здесь много интересных гурманских оттенков. Все это густо, ярко, мощно, плотно и приторно. О нем я расскажу в ближайшем видео. Наверное, про ароматы января. Там более подробно расскажу. Эрметика, скажем так, меня удивила в этом году. Потому что до этого с брендом я не знакомилась. Ирисовый лес тоже отнесла гурманики. Потому что на мне открывается в базе какая-то шоколадная пудра. Конечно же, здесь есть древесные оттенки, типичные для бренда Ван Клифф. Очень своеобразные, которые напоминают свежий спил белого дерева. И ирис. Но ирис здесь засахаренный. Такие десертные засахаренные лепестки, покрытые вот такой шоколадной пудрой. Все-таки отнесу его к гурманнике. И очень люблю в нем засыпать. Последний аромат Вильгельм Парфюмер поэты Берлина. Черничный пирог. Очень пудровая, теплая, уютная ваниль в базе. Есть древесные оттенки, очень красивые. Но аромат напоминает мне Decadence Marc Jacobs, который у меня есть. Тоже есть такая интересная зеленца необычная. Там это, по-моему, ветивера. Здесь вот не помню, что ее дает. Но это делает аромат неизбитым, не таким скучно-гурманской вкусняшкой. То есть аромат классный. Как вы знаете, у бренда Вильгельм Парфюмер очень своеобразные ароматы. И часто бывает, что фу, какая гадость. А потом люблю, не могу, дайте мне ведро. Действительно, вот с этим брендом так и получается. Дальше. Фиалки. Обожаю фиалки. Одна из моих любимых нот. И здесь у меня четыре. Потрясающие фиалки. Совершенно разные фиалки. Если любите фиалки, слушайте внимательно. Наверное, самая красивая, самая стойкая, самая реалистичная, чистая, влажная фиалка. Это фиалка Ариза. Царская фиалка. В базе к этой фиалке добавляется нежнейшая, тонкая кожаная перчатка. Также у меня есть свадебный букет, который открывается ранним утром, свежескошенной травой, нежными ландышами, которые не дают ни мыла, ни какой-то взрослости, старости, да, как какие-то там ретровые ароматы. Здесь много воздуха, но открывается этот аромат прекрасными метеоритными фиалками. Как все Аткинсон, аромат не особо стойкий, в пределах 4-5 часов, но если хочется, можно обновить. А так для меня настроение это абсолютно утренний аромат, а вечером уже можно воспользоваться совершенно другой фиалкой, например, Крит Любовь в черном. Здесь фиалка, конечно, просто потрясающая, готическая, минорная, колдовская, густая. Этот аромат продолжил меня удивлять, недавно открылся стружкой деревянных карандашей. И также в нем есть интересный фруктовый оттенок, заявлено здесь черная смородина, но я почему-то, видимо, именно ее слышу, как такую спелую, переспелую грушу на деревянной тарелочке. Потрясающие фиалки, если вы еще не пробовали Любовь в черном, аромат яркий, густой, вечерний, обязательно попробуйте. И сама нежность, очень аромат в духе нежнейших ароматов Прада, это Прада Purple Rain. Именно в этом аромате я нашла свой идеальный Прада Ирис, потому что в старте все эти ароматы очень сильно похожи, но открывается он прекрасными, снова же метеоритными, уходовыми, холодными фиалками. Вот в базе они немножко перекликаются, но все равно это чуть-чуть по-другому. Здесь все-таки прослеживается стилистика Infusion, здесь прослеживается какая-то породистость бустяковых ароматов. Это звучит дороже, это звучит элегантнее, это звучит породистей. Это более природное звучание, наверное, вот так вот я назову. Но все-таки вот эти две фиалки, это лучшее вообще в моем парфюмерном шкафу. И осталось совсем немного, я вижу, что у меня заканчивается зарядка, но я постараюсь успеть. Это пудра, помада и уход. Несмотря на то, что я люблю это направление, в последнее время стало меньше носить эти ароматы, потому что они немножко обязывают. Их вот casual как-то вот рука не тянется, тянется к совсем другим ароматам. Тем не менее, у меня, посмотрите, сколько на эту тему появилось парфюма. Конечно же, я наконец-то осуществила давнюю хотелку, это старичок Линстан Герлен. Здесь очень красивая, пудровая, кашемировая, плотная, уютная, шикарная, стойкая, шлейфовая база. Также неожиданно для некоторых, но я сюда добавила инсалат, потому что в своем раскрытии для меня он уходит в нежнейшую женственную пудру. Для кого-то это будет шок, но тем не менее, на моей коже это так. Конечно же, это Тиффани, это прекрасная помада, есть здесь какие-то свежие очень нотки. Ариш, он обязан быть здесь, потому что он очень сильно похож на мой любимый Lancome Pet Etter, ворота. Или, может быть, я его еще так в своих видео называю. Это I Love My Man, это аромат ухода дорогого, где и крем, и косметика, и пудра, все смешалось воедино. Самый пудровый аромат гелиотроп Ариза Легрант, именно с него началось мое любопытство к этому бренду. Это яркая, плотная, густая пудра с элементами рисового какого-то пудинга, с элементами легких, вкусных, искристых барбарисок. При этом это прям мощно, это ярко, это в духе Fill & Fill, Белли у него есть аромат, только он для меня более плоский и прямолинейный. И есть еще что-то со снегом связано, тоже эти ароматы сравнивают, его я не пробовала. Но, в принципе, не хочу, потому что этот меня полностью устраивает. Вообще, этот аромат закрывает тему пудры по многим направлениям. Многие ароматы могу выселить после того, как он появился. И моя новиночка от Ариза Легрант, которую я тоже решила отнести все-таки к пудровому направлению, потому что пудра здесь тоже явная, заметная и яркая, но она идет в сочетании с деревенским каким-то мылом, который сварили на основе трав. Я не люблю мыльные ароматы, но когда я познакомилась с этим парфюмом, в моей голове просто все перевернулось, потому что такой мыльности я никогда не слышала. Этот аромат, по-моему, переводится как сенокоз или что-то такое, или сено, или сенокоз, что-то в этом духе. Так, осталось совсем немного, я надеюсь все-таки успеть. У меня разрядилась камера, не хочется ждать 3 часа, пока она зарядится, поэтому доснимаю видео в таком формате, извините. Здесь осталось буквально несколько ароматов, которые я не знаю, куда их определить. Ну, мраморный цветок и марита, это для меня ароматы абсолютно картинки. К каким направлениям отнести, не знаю. Мраморный цветок, это у меня и накрахмаленные какие-то белые воротнички, и воздушно-сливочный десерт, и кремовые цветы, и красивый ажурный фарфор. Ну, а марита для меня это образ, это белое шелковое белье, это очень красивая, ухоженная, молодая женщина, вымотая тело каким-то дорогим уходом. Тоже о нем много рассказывал. Красивый, женственный, летящий, элегантный аромат. Два аромата от Ormond Jane, Woman, для меня это облегченная версия эпика Муаш, такой более универсальный эпик на любое время года. То есть, если обычный эпик я ношу только зимой, он для меня прям снежный, то этот могу носить круглый год. Вот здесь очень, кстати, в базе красивая древесная пудра открывается. А Таиф это красивая пряная роза со сладкими финиками, очень шлейфовый, летящий, породистый, тоже дорого звучащий аромат. Я его люблю. Аромат, который не поняла пока, что это новинка от Эрметика. Крышку перенесла на другой, свой более любимый флакон. В нем появилась наконец-то дюшесность, которая звучит больше, как какое-то грушевое пюре с капелькой карамели и таким ярким, большим замесом цветов. Аромат густой, плотный. Я думала, что будет более сочный и легкий. Ну и еще один аромат, который я могу назвать аромат всего понемногу. Скарлетт Поппи Интенс Джо Малон. Очень ярко звучит в теплую погоду, очень шлейфовый, стойкий, меняющийся. Тут и помада, тут и сладкий инжир, тут и вишня, и цветы. Хотя вишня не заявлена, но мне очень сильно пахнет. И в старте похож на Роллинг Ин Лав Киллиан. Сравнивала и могу сказать, что да, они похожи. Еще один аромат, который пахнет всем в немногу. Это принцесса снова бренд Кокюлет. Здесь и акватика, и свежесть, и зеленца, и пудра, и множество цветов, и фрукты. Даже какой-то фруктовый шампунь. Всего-всего понемножку. Ярко, стойко, шлейфово, объемно напоминает ароматы, наверное, двухтысячных. Вот куда-то туда ближе. И последнее, это две миниатюры HFC. Это вишневый, всем известный. В направлении Лос Черри аромат. И это бриллианты на небесах. Это карамель очень красивая, очень красивая такая кашемировая пудровость в базе. И есть амбра-деревяшки, которые напоминают бокоринное направление, бокоринное семейство. Вот аромат тоже яркий, такой праздничный, шлейфовый. Честно говоря, флакон пока не захотела. Этих миниатюр мне хватает. То есть вот в этом изобилии есть для меня поинтереснее ароматы. Но они, конечно, очень и очень достойные. Я, как видите, по ним видно, что я с удовольствием ими пользуюсь. Если все-таки я попытаюсь выделить самую главную десятку лучших ароматов, приобретенных в этом году, несмотря на то, что все ароматы, которые я вам сегодня показала, практически все, мне очень нравятся. Я с удовольствием буду их носить. Те, что они у меня остаются, те, что не остаются под следующим видео. Новая главная десятка, наверное, все-таки выглядит так. Это неизменно красный или, несомненно, красный. Это художник, любовь в черном, раморный цветок, радиент мираж, пришла весна, роза маля, железная дева, царская фиалка и зимний дворец. В принципе, Аризе Легрант можно выставить в пирамидку друг на друга, потому что каждый из этих ароматов мне очень сильно нравится. Каждый самобытен, но об этом в следующем видео. На этом с вами прощаюсь. Буду благодарна обратной связи. Обязательно пишите мне, какие у вас были парфюмерные открытия. Может быть, не было. Тоже об этом пишите. Буду благодарна за палец вверх, за такое полезное, объемное видео. И прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Всем пока!